Приветствую вас, дорогие мои, с вами Жанна Фетисова. Сегодня мы поговорим об уходе за кожей 18+. В этом возрасте необходимо хорошее очищение и прекрасное увлажнение. Это два самых главных принципа, которых я стараюсь привить своей дочери, которой сейчас 18 лет. В азиатской косметике нет разделения на возраст. То есть любыми средствами можно пользоваться в любом возрасте для решения определенных проблем. К примеру, пигментные пятна и высыпания могут быть как у юной девушки, так и у взрослой женщины. Данный подход мне очень близок. Давайте покажу вам, чем пользуется моя дочка. Все, что она использует, сейчас стоит на этом столике. Я постепенно вам буду показывать определенными категориями. Поскольку она не использует практически декоративную косметику, в общем, поэтому гидрофильное масло ей для умывания не требуется. А вот такую вот пенку, это Гринни серия от Ви Косметика, российский производитель. Она использует с удовольствием, хорошо пенится. Вот этот набор стоит у нее в туалетной комнате. Значит, пенка для умывания. Далее она протирает лицо вот таким силициловым лосьоном. Поскольку здесь нет спирта вообще, будем так считать, что он не от прыщей, а просто скорее такой очищающий лосьон, доочищающий. Такой вот легкий эксфолиант. И далее уже можно как на тело, так и на лицо наносить 100%, практически. Видите, 99% геля луи. Гели такие есть практически в каждой компании. Очень хорошо снимает этот гель раздражение. Он прекрасно впитывается. Можно его наносить как на кожу после депиляции, он снимает хорошо очень раздражение, так и на лицо, в общем, на все тело. И отлично, знаете, еще когда наносить после загара. Вот если, девочки, у вас дочки или вы сами любите позагорать, то вот такие вот гели я очень советую вам использовать потом, после загара. Итак, вот эта у нее стоит в туалетной комнате. Декоративная косметика у нее также есть, но практически она ее не использует. В основном она использует вот такую вот нюдовую палеточку, но совсем не часто. Это палеточка H&M, но вот такая прям нюд-нюд, так она и называется. Тушу Тейвен, очень редко она делает какие-то макияжи. Отдала ей, я вам уже говорила, да, вот такой вот Литуаль карандашик один. Он абсолютно новый в металлическом таком стиле, коричневый, красивый. Пусть учится делать стрелочки. Она шикарно рисует, так что даже на стрелочке научится делать красиво. Вот такой тоже нюдовый, но это чуть-чуть металлик уже оттенки. Это от Литуаль палеточка и палетка от Лореаль. Она почему-то просила ее пару лет назад купить, но вот как-то не очень пользуется. Но такие смелые, да, довольно оттенки. Думаю, что подарим бабушке, бабушка будет рада и благодарна. И опять же такой вот нюдовый цвет, слегка он золотистый от Ифрашер. И даже то, что я сейчас показала, и вот какое-то количество помад, даже многие из них вот эльф такого нюдового оттенка, за исключением вот этого одного единственного вот такого экспериментального оттенка от Диваж. Ну, в общем, да, оттенок красивый, но он такой и необычный, если хочется какого-то готического макияжа, что с ней случается крайне редко. Так чувствую, что в итоге этот самый оттенок тоже у нас уйдет бабушке. Но бабушка, в общем, у нас не против. Она с удовольствием использует все, что мы ей дарим. Она любит макияжи. Вот такой вот консилер от Essence. Это оттенок 20, довольно светлая, с желтинкой. В принципе, если есть желание, вместо тонального крема она его может использовать на зону Т. У нее очень хорошая кожа, и слава богу, ей не требуется все лицо перекрывать тональным кремом. И вот такая вот корректирующая палеточка от Vivienne Sabo. Кстати говоря, вот эти два оттенка можно спокойно использовать как тени нюдовые. Номер 02. С декоративной косметики, собственно, все. Дальше какие-то украшения. Далее, средство для тела от Шоконат. Очень ей понравилось вот такое вот интенсивно увлажняющее гламурное мерцание. Сыворотка, правда, она говорит, что немножко больше мерцает, чем она хотела бы. Но у нас девушка такая классическая. Ей не очень нравится слишком большое мерцание. Но это, конечно, красиво, ребята. Согласитесь, смотрите, какая красота. Видите, прям мерцание. Шоконат – это профессиональная косметика. Мне эти средства высылались на пробу. Я с удовольствием поделилась с дочкой. Аромат просто потрясающий. Натуральный шоколад здесь содержится. Здесь очень-очень полезные составы. Водоросли, коньяк, кстати говоря, содержится. Влажняющий биобаланс. Запатентованные формулы. Масла различные. Какао. Натуральный шоколад. Витамин Е. В общем, очень-очень сильный такой состав. Хороший. Использует она его, насколько я понимаю, для зоны шеи, декольте, груди, животика. Ну, в общем, вот как такой хороший увлажняющий, питающий крем. Концерн Белита Витекс. Бренд Витекс. Использует она вот такой вот крем массажный, антицеллюлитный. Он пощипывается. Использует она его со специальным тренажером. Сейчас покажу вам, как он выглядит. Здесь различных много насадок. Можно спинку промассажировать, ножки, ну и так далее. В общем, ей нравится этот вибротренажер. Он очень простой в использовании. Как раз в сочетании с занятиями на этом тренажере, с этим массажем вибра, она использует вот такие вот кремчики. Покупаем регулярно вот такие вот кремы в больших упаковках. Ножки, ручки, в общем, на все тело полезно. Увлажнение, такое питание. Некоторое время она занималась восточными танцами, поэтому вот такие вот кремы натоптавшие у нас еще остались. В общем, они действительно неплохо работают. Хорошо увлажняют, питают стопу. И после того, как она делает в себе педикюр с помощью пилочки Шоль, у нее есть эта пилочка, она использует вот эти вот два средства. Дезодорант спрей для ног и вот этот крем Фудвокс. Вот сама пилочка. Ну, я думаю, что вы ее уже много раз видели. Вот так она работает. Несколько режимов. Быстрый, медленный. Можно поменять насадку на более мягкую. Она вынимается посредством нажатия вот на эту кнопочку. Темная, более жесткая насадка. Продаются они вот в таких упаковках. Можно приобрести их отдельно. Заряжается она вот таким вот образом. И надолго, надо сказать, ее хватает. В других брендах тоже есть такие же кремы. Это от Avon серия Фудвокс. Ну, в принципе, она довольна. Эта пилочка, я знаю, что есть различные отзывы. Молодеж любит гаджеты, чтобы все было быстро, чтобы использование было удобным. Ей нравится. Так, теперь специальные кремы, которые снимают раздражение, работают с какими-то воспалениями. У нас они бывают нечасто, но все-таки мы живые люди, поэтому бывают. Вот такой вот гель уже почти заканчивается. Clean & Clear. Это антибактериальный такой гель с кислотами. Даже если у меня что-то такое выскакивает, я с удовольствием буквально капельку его наношу. Он, видите, с таким удобным носиком. Наносится он микроточечно на воспаление. И очень хорошо, быстренько подсушивает. Также, как вариант подсушивания прыщиков, я рекомендую вам вот такую сыворотку от пропиллер. Называется она болтушка силициловая. Перед употреблением такие средства всегда необходимо взбалтывать. Цинк, кислоты, в общем, все, что подсушивает воспаление. Следующий крем, который я вам показывала, такой же есть и у меня. Это несложный, в общем, крем. И он не сильно щиплется. Но под глаза, не дай бог, попадет. Все равно будет немножко ожирка, будет шелушиться кожа. Поэтому аккуратнее. No problem от Perfecto. Ну, по крайней мере, нашу кожу он не обжигает. Здесь три вида кислоты. Силициловая – это BHA-кислота. Далее гликолевая и миндальная – это AHA-кислоты. Фруктовые, растительные, да. Вот, значит, это все, что касается таких крупных высыпаний на лбу, где-то на щеках, возможно, от грязного, телефончика, кстати говоря. Кто хочет избавиться от прочей и угрей, посмотрите, пожалуйста, мое видео. Что нужно делать и как нужно ухаживать даже за своими вещами, чтобы не было высыпаний. Для чистительной кожи бальзам после бритья я использую такие средства. Вы знаете как, если не знаете, посмотрите в моих находках, но она использует это именно в качестве такого увлажнителя, либо после депиляции, либо на лицо, для того, чтобы снять определенное какое-то воспаление, может быть, красноту. Ну, у нас это бывает редко, но все-таки в этом возрасте кожа склонна больше к каким-то высыпаниям, каким-то шелушениям. И чувствительная боли кожи, поэтому рекомендую девушкам иметь вот такие вот в виду средства. Ну, и если использовать кремы, то такие вот несложные, не сильно питательные, а в основном успокаивающие тоже для проблемной кожи. В данном случае, опять же, это Белита Витекс, серия Витекс, крем с морской солью. Да, действительно, он неплохо успокаивает, но такой самый простой состав, несложный, как раз для подростков, для молодых девушек подойдет. И он очень бюджетный, поэтому, если вы живете одна и у вас не так много средств, я думаю, что вот это средство вы точно сможете себе позволить. Что еще мы приобретаем? Это Мизон, я показывала вам этот крем, он с амуцином улитки, который успокаивает. Не только на подтяжку работает, да, и нисколько на подтяжку, а амуцин улитки, он действительно очень хорошо регенерирует и успокаивает кожу. Вот, особенно после каких-то воспалений, замечательное средство на Eye Herb. Мы это все покупаем. Многие сейчас спрашивают, почему я говорю не Eye Herb, а Eye Herb. Друзья, еще раз повторяю, это правильное название, я потихонечку сама к нему привыкаю. Аромат имеет очень приятный, слабый-слабый, такой практически неощущаемый, приятный аромат. И он прекрасно увлажняет кожу. Я настоятельно все время напоминаю ей, что нужно обязательно выполнять процесс увлажнения после очищения. Немножко пока она забывает об этом, но я думаю, что скоро научится. Поэтому сейчас я радуюсь за то, чтобы она активно начинала включаться именно в уход, чтобы кожа была уже сейчас в хорошем состоянии, потом не пришлось бы ничего долго лечить. Это были специальные средства, снимающие раздражение и увлажняющие. Очищающие маски, у нее две глиняные, с разными они составами. Even True попроще состав, Natural Effect. Ну, в принципе, ей нравится, и я тоже, как вы видели, несколько раз пользовалась. Для меня, конечно, эта масочка очень сухая, и я добавляла туда различные компоненты, гиалуроновую кислоту и что угодно, и все равно, конечно, она для меня суховатая. Я думаю, что маска многим известна. И на Новый год, среди всех подарков, она тоже получила еще вот такую от меня масочку. Маска глины, маска скраб. Наиболее, на мой взгляд, мягкий вариант маски – это L'Oreal. Она пробовала, ей понравилось. Естественно, под глаза такие маски не наносятся. И вот эти вот две масочки она использует, ну, где-то один, может быть, два раза в неделю. Я советую не перебарщивать с такими вот глиняными масками, даже при слове, что у вас жирная кожа. Не пересушите ее, девочки, это очень важно. Рассказываю о том, как правильно ухаживать, опять же, за кожей в своем видео. Я оставляю вам вот здесь все ссылочки под перевернутым восклицательным знаком. Пожалуйста, смотрите, также дублирую их в комментариях, вот здесь внизу под кнопочкой «Еще». И, пожалуйста, обратите внимание на то, что обязательно после этих масок нужно использовать какие-то увлажняющие тоники. А желательно и под них использовать вот такой вот план термальной водички. Это самый простой вариант от Vitex, опять же, Belita Vitex. Вот она уже у нее заканчивается, я слышу. Сейчас я поставлю ей какую-то другую водичку, которую она просто распыляет на лицо, а потом уже наносит вот такие вот глиняные маски. Во-первых, улучшается проникновение ингредиентов маски в поры, а во-вторых, не так сильно сушит кожу. Что очень хорошо, это натуральные хорошие, хорошего состава тоники. Вот этот тоник с гомомелисом приобретаем мы, вот эту серию Madre Labs, это индийская, насколько я помню, косметика на iHerb. У некоторых, я знаю, есть на этот тоник аллергия, просто потому что не любят гомомелис кожи их, но у нас нормально, мы любим растительные экстракты. Вот видите, уже она какое-то количество использовала. Прошу ее протирать хотя бы на ватный диск. Лично я наношу такие тоники, просто на руку распределяю по всему лицу. Этот тоник также можно наносить под глаза. Использовать я прошу всегда вот эти вот тоники после умывания и в течение дня как бы немножко подочищать ими лицо, если запылилось, если вы чувствуете, что у вас есть такая возможность, есть время просто очистить лицо. Ей нравится вот такой станочек, говорит, что совсем не царапает, не режет и очень хороший такой станок, нежно удаляет волосы. Специальное средство вот такое вот, ей очень нравится, Будемилк. После депиляции тормозит рост волос вот этот вот самый крем. Да, ну он с дозатором, такой самый удобный вариант. Приобретаю я такие средства в магазине Подружка. Мы все-таки стараемся следить за тем, чтобы не было никаких раздражений, поэтому вот такие вот средства обязательно наносим либо гель-алой, либо вот это средство после бритья. Также прекрасно работает после бритья и как такой устранитель раздражений, подмышечных зон в том числе. Вот такие вот сухие дозаторанты из квасцов. Это природный элемент квасцы, это минерал, который вот закатывается в такие прозрачные колбочки. Такие вы можете приобрести в аптеке и в каких-то киосках. Ну, в общем, мы приобретали, по-моему, вот этот последний у нас был с Алиэкспресс, и далее я уже покупала себе тоже такие же в различных киосках и в аптеках. Если вы этот минерал прикладываете к влажной коже, и покрывает кожу таким ровным-ровным слоем противовоспалительного элемента, а именно квасцов, они действительно снимают очень хорошо раздражение. Вот кто мучается раздражением в зоне бикини, в подмышечной зоне, очень-очень хорошее средство. Просто посмотрите, приобретите себе его квасцы, так он и называется. В принципе, вот такие вот средства квасцовые на iHerb тоже довольно много. Следующая серия средств – это средства под глаза, что часто бывает с молодыми девушками. Это то, что они мало спят, пишут всякие курсовые, вот как сейчас дочка пишет. Поэтому вот такие вот охлаждающие кремы, видите, снежиночка. Это японский бренд Фруид Апл Ю Клиник. Кстати говоря, очень бюджетный, очень хорошие составы здесь. Колоджин Ай Крем с коллагеном, но по сути он не подтягивает, он действительно хорошо охлаждает и успокаивает кожу под глазами. Здесь довольно много, целых 40 грамм. Он не оказывает на меня никакого антивзрастного воздействия. То, что, по крайней мере, я вижу, он хорошо увлажняет. Поэтому я отдала Е, она с удовольствием использует, когда глазки такие уставшие. Следующий крем, который тоже вначале был у меня, это Венус. Но поскольку здесь вот совсем прям простой состав, это итальянская косметика, на самом деле тоже никакого лифтинга, абсолютно такой чисто увлажняющий гель, снимающий отеки и темные круги, немножечко осветляющие. В общем, то, что ей нужно, то, о чем она, в общем, заботится, чтобы не было темных кругов под глазами. Поэтому, да, используют его тоже, как гель, как сыворотку. И когда накладывают маску глиняну на лицо, не забывают, естественно, под глаза. Витекс лучшие рецепты. Бальзам маска с петрушкой для контура глаз. Просто хорошо увлажняет эта масочка и предотвращает, знаете, такое попадание, в том числе масок различных для лица под глаза, чтобы они не раздражали кожу под глазами. Считаю, что данное средство прекрасно подходит для возраста именно от 18 до, ну, может быть, 25. Далее уже нужно что-то подбирать по типу кожи, потому что именно в этом возрасте кожа начинает чуть-чуть меняться. Это сыворотка от Эвелайн. Я думаю, вы все ее знаете. Вот такой сос-гель, я бы так сказала, для губ от Невея. Ну, в принципе, ничего особенного. Очень сильно губы он не увлажняет, но знаете, что он делает? Он немножко охлаждает, поэтому это приятное ощущение. У нее очень сухие губы, как и у меня, и даже еще более сухие. И вот два средства, которые помогают ей сохранять более ровный тон лица. В принципе, она не пользуется тональным кремом на все лицо, но существуют вот такие вот средства, как от Бель, такой корректор. Он антибактериальный. То есть, если есть какие-то высыпания, вот, например, у меня какая-то царапинка, мы можем вот сейчас нанести его, и вы видите, как хорошо он перекрывает. Нужно дать ему чуть-чуть подвпитаться. Он такой суховатый, но он специально суховатый. Он антибактериальный, он убирает воспаление. Ну, по крайней мере, он позволяет вам не волноваться в течение дня, что ваше воспаление набухнет еще больше, он как бы его подсушивает. Сразу же хочу вам сказать, что стоит разделять корректоры под глаза и корректоры именно на проблемные точечные какие-то зоны на лице, потому что корректоры для лица призваны именно подсушивать проблемы воспаления, если вы будете наносить их под глаза. Даже если они очень хорошо подходят, и девушкам вашим объясните, пожалуйста, дочкам, что это делать нельзя, потому что они сушащие, принципиально, специально вытягивающие влагу из прыщика, чтобы он быстрее засох. А вот в эту баночку она переложила себе часть консилера моего от SkinFood. Он содержит лососевый жир, видите, он такой поблескивающий. Я вам несколько раз его показывала, SkinFood Circle Concealer. Вот этот кусочек я отложила дочке, вот она уже неизвестна, сколько им пользуется, его нужно совсем-совсем чуть-чуть. Он, видите, прям какой пигментированный, сильно. Он убирает именно венки, он специально вот такого вот, видите, лососевого цвета. И вот венки какие-то, снеки под глазами, он чудесно маскирует. Если вы не хотите наносить бешеное количество тона на лицо какого-то консилера просто однотонного, то попробуйте вот такой, видите, какая пигментация, и он увлажняющий. Также для дам возраста определенного 50+, 60+, он также идеален. То есть вот это, на мой взгляд, абсолютно такой универсальный продукт. Я вам фотографию сюда вставляю, чтобы вы видели, как он выглядит. Приобретали мы его на iHerb. Дочка любит кокосы, поэтому как она вот такой вот липбалм. Такие бальзамы я приобретаю в магазине Подружка. Там большой довольно выбор. Ну вот этот кокосовый прям как конфетка пахнет. Очень хорошо плавится, неплохо увлажняет губы. Чуть-чуть как бы холодит. Вот я сейчас нанесла его на губки. Очень приятное такое ощущение. Ну и что сейчас осваивается? Это нормально, так и должно быть. Это Vivienne Sabo, вот такой фиксатор. Это прозрачный гель для закрепления бровей. У него бровки такие густые, красивые, свои. У меня тоже когда-то такие были, теперь я их рисую. Так, и вот такой вот белорусского производителя. Насколько я помню, это Reloida. Единственный фломастер, который у меня более свежий, не засохший. Я отдала его дочке, чтобы она училась и тренировалась рисовать стрелочки. Он не супер-супер стойкий, поэтому он легко смывается. И, в общем, хорош для тех, кто учится, тренируется рисовать. Ну и теперь коллекция ее ароматов. Многие уже заканчиваются, потому что они у нас в коллекции довольно давно. Один из наиболее полных это Loia. Цветочно-фруктовый кисловатый аромат. И вот это ее вариант. В общем, он такой девчачий вариант. Я не очень люблю такие ароматы. Но и на ней отлично, просто отлично. В этом возрасте замечательно. Два аромата от Булгария. Один второй номер называется. Вот так. У него шикарная, очень красивая крышечка. Такая прям по старину. Видите, тоже уже он заканчивается. Тоже такой кисловатый. Но приятный. Приятный. Но он такой изысканный. Но, однако, все-таки мне кажется молодежный. Мне не подошел, когда мне его подарили. Поэтому я передарила ей. Она, видите, с удовольствием уже практически его использовала. Но когда будут они все появляться, у нас с вами в пустых баночках, я вам расскажу подробно про ноты. Возможно, вашим девушкам молодым тоже подойдут. А не вот это в Булгарии. Жасмин. Жасмин обожаю. Но в контексте горько-сладкого аромата. Вот этот вариант был явно немой. Хотя ужасно красивый, ужасно вкусный, ужасно знаменитый. Но подарила дочке. Видите, все уже тоже заканчивается. Еще один аромат. I pet, да, называется. Вот такое название интересное у него. Очень такой девчачий, цветочный, веселый, такой задорный аромат. Но они все не такие недешевые. По аромату они все очень недешевые. Я всегда спрашиваю, что у тебя за ароматы такие. И вот очень интересный аромат, который мне дарили. Ну, просили выбрать за покупку крупную в Intimissimi. Я приобретаю там белье регулярно. И вот такой красивый аромат. Объем, как вы видите, довольно большой. Ароматы эти такие недешевые. Я знаю, что они продаются. Очень приятный аромат. Но, опять же, он чуть кисловатый для меня. И брала его, естественно, с мыслью о дочке. Что ей очень-очень подойдет. Получается, что у нее сейчас два вот таких аромата. От Лоя и от Intimissimi. На серединке, да. И два аромата у нее есть, как ни странно, сладких. Но, однако, я просто действительно не могу ими пользоваться. А ей как-то вот они пришлись почему-то по вкусу. Дольченгабан его осталось совсем мало. Иногда, когда хочется в такое холодное время согреться, она использует этот аромат. Когда хочется тепла, такого уюта материнского, когда меня нет рядом, я думаю, что вот этот вариант очень хорош будет для тех, кто скучает по маме. Иногда можно пользоваться такими ароматами тоже в вашем возрасте. Ну и Кошарель, я говорила вам, что у меня была большая довольно коллекция. Осталось два. Вот одним, который я сейчас использую. И один вот с такой же тоже жемчужинкой. Но вот это желтая уже версия. Более такой сладкий и более, я бы сказала, одновременно юный такой аромат. То есть для меня он какой-то не очень серьезный. И слишком такой для меня узнаваемый, потому что у меня было очень-очень их много. И вот эту маленькую версию я отдала ей. Таким образом, у нее сейчас, видите, в ходу четыре аромата, который она постоянно использует и который, я так думаю, еще не скоро появится в наших пустых баночках. Конечно же, кисточки. Если уж и красятся, то правильно, да, чистенькими кисточками. И пару увлажняющих масок, которые я ей дала и азиатских попробовать. Ну, вдруг понравится. Все-таки увлажнение очень важно в этом возрасте. Девушки, не забывайте об этом. Ну и что еще может быть на столике у девушки? Ну, конечно же, какие-то вот подарочные сувениры. Вот этот клоун из Франции приехал. Его подарила моей дочке педагог по английскому. И ее очень красивый такой клоун. Это, конечно же, кукла, которых дочка моя делает сама. Сама шьет костюмы. Сама создает лицо. Все заново. Видите, снимает волосы. Смывает полностью рисунок и переделывает, делает свои собственные образы, своих собственных героев создает. Смотрите, какие сама парики делает. То есть там полностью вот все создано своими руками. Это целое искусство. Как создавать вот такие вот болваночки, там клей, в общем, бумага. Это целое-целое искусство. Видите, вот такие приспосабливают мои старые украшения под украшения для кукол. Ну, то есть, в общем, отдельные у нас тут, видите, эти запчасти от людей лежат. В общем, творчество такое ей очень-очень нравится. Ну, и я рада. Это хорошее увлечение, на мой взгляд, для девочки. Имеет хорошо рисовать. Ну, то есть, видите, у нее такие всякие профессиональные наборы, красок с палитрами, наборные, отдельные, мелкие, пастельные. Ну, в общем, всего много для ее увлечения. Да, смотрите, какие она красивые палочки купила в специальном вот таком чехольчике. Ездила она к своей подруге и вам рассказывала, да, в Ростов-на-Дону. Ну, она одна туда летала. И спасибо огромное тем, кто живет в Ростов-на-Дону. Мои любимые зрители даже написали мне, что если она еще раз туда поедет, то я могу надеяться, что ей помогут, если что. Но, в общем, цель поездки и была сделать человека самостоятельным, чтобы она научилась полностью обеспечивать свою безопасность сама. Хотя мне было очень страшно, но это пора делать в этом возрасте. Вот так что спасибо огромное, что вы меня поддерживаете. Очень любит она вот, и я вот тоже люблю вот такие вот игрушечки. Я вам показывала, да, вот это вообще ангел из магазина Фикс Прайс. Ну, а вот такие вот шикарные игрушки мы приобретаем каждый год. Стараемся новые приобрести. Они, конечно, не дешевые, но зато они в нашей коллекции такой елочные. Ну, скорее даже не елочные, а украшение ее зеркала. Это звезда из магазина Экеа. Она из плотного картона. А это очень красивое, на мой взгляд, украшение, вот такой светильник ночной. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Я надеюсь, что-то полезное для своих дочерей, а может быть и для себя, вы вынесли из этого видео. Но если видео вам понравилось, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok